Первая очная сессия спустя почти год. Депутаты рады видеть друг друга, говорят обсуждать законы вживую привычнее. Правда, обсуждений было немного. Несколько минут и в крае официально появилась новая форма территориального управления – муниципальный округ. Первым трансформацию испытает на себе Залесовский район. Они уже изучили вопрос, говорят, в округе можно будет оставлять, например, больше налоговых сборов. Мы получим отчисление по упрощенной системе налоговобложения. Сейчас для районов это 50 на 50, 50-50, а для муниципального округа будет 75 на 25. То есть мы получим на 25% отчисления больше. Гораздо более горячий прием вызвал другой закон о статусе педработника. По замыслу авторов он призван повысить престиж звания педагога. Как именно, депутаты целый месяц обсуждали с общественниками и представителями сферы образования. В итоге такую спорную меру, как клятва, оставили, но попытались закрепить в документе и более действенную помощь – юридическую. Попросил обратить внимание, чтобы эта юридическая помощь не сводилась просто, как мы говорим, бесплатная юридическая помощь. На самом деле это, оказывается, просто пришли ему, сказали, какие собрать документы, и он ушел, учитель. А чтобы это было полное сопровождение. Когда с работником образования говоришь и рассказываешь об этом законе, я думаю, что мои коллеги тоже многие так поступали. Как правило, в ответ следует реплика. Лучше бы зарплату подняли. И это действительно очень серьезная и большая проблема. Край эту проблему решает, решает системно. Но на самом деле, к сожалению, конечно, нам нужно двигаться дальше от направления. Закон принят единогласно. Обсудили депутаты и краевой бюджет. Так, в 2021-м он вырастет на 10 миллиардов рублей. Но, по сути, это те финансы, что не освоили в прошлом пандемийном году. Первое и главное, на мой взгляд, это повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений. На это мы направляем миллиард 300 миллионов рублей. Значительно увеличиваем помощь нашим муниципалитетам. Если мы принимали бюджет, общая помощь составляла 35 миллиардов рублей. Теперь она будет равняться 40 миллиардам рублей. На 2 миллиарда увеличится адресная инвестпрограмма. Дополнительные средства пойдут на инженерные сети и дороги. Эти изменения в закон также приняли. Депутаты при этом призвали краевую исполнительную власть сделать выводы из прошлого года. И на этот раз освоить средства полностью. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.